Всем привет! Корреги, добрый день! Присоединяйтесь к нашему вебинару. Мы сегодня будем говорить о геймификации на уроках английского, о том, что это такое и для чего это нужно. Позвольте мне представиться. Меня зовут Ксения Самошляк. Я руковожу отделом English for General Goals в школе Skyeng и уже много лет занимаюсь разработкой методических учебных материалов. Итак, мне бы, конечно, очень хотелось узнать, применяете ли вы игровые методики на уроках. Поэтому, если есть такая возможность, напишите об этом в комментариях, возможно, о своем опыте использования игр или в чате. Давайте для начала разберемся с тем, что же такое геймификация, потому что геймификация – это термин намного более широкий, чем просто использование игр. Итак, геймификация – это использование приемов, которые характерны играм, то есть соревновательность, увлекательность, очки за достижения в обычных процессах. То ли это бизнес-процессы, то ли это обучение английскому, то ли это работа. Есть люди, которые очень скептически относятся к геймификации, считают ее слишком детской. И в то же время нейробиологи все чаще находят подтверждение того, что геймификация эффективна. Исследования показывают, что игры вызывают у людей такие химические реакции, которые ответственны за удовольствие. И чем больше мы играем, тем больше мы получаем удовольствие. Это значит, что мы становимся более веселыми, целевстребленными или мотивированными. Но с другой стороны, нам надо быть очень осторожными с геймификацией, чтобы не превратить урок в набор таких соревновательных или аниматорских активностей, потому что тогда вам будет все сложнее и сложнее добиваться вот этого вау-эффекта с каждым уроком. И скорее всего, вы уже по опыту знаете, что для разных возрастов учеников стоит по-разному выбирать и использовать игровые моменты на уроках. Если мы с вами говорим о дошкольном возрасте, то здесь у учителя, по сути, нет другого выбора, кроме как игры, потому что дети еще не готовы обучаться в любом другом формате, кроме игрового. В этом возрасте самыми эффективными будут игры подвижные и игры с задействованием героя. Это могут быть персонажи мультиков, любимые игрушки или выдуманный вами персонаж, который даже не обязательно соотносится с каким-то реальным животным или человеком, например, лунтик. Что касается детей младшего школьного возраста, то они уже нуждаются в постепенном ходе заданий учебного формата, помимо игры. И здесь нам желательно проводить одну активную игру за занятие и добавлять с каждым занятием больше заданий учебного формата. Лучшие игры в этом возрасте это ролевые игры, но даже минимальные и очень простые задания можно проводить с введением персонажей. Например, к нам прилетел Супермен, расскажи, что он умеет. И дети вам будут называть he can run, he can fly и так далее. Или к нам пришел инопланетянин, расскажи, во что он одет. Или чтение, когда мы будем читать кусочки текста голосами персонажей из бутиков, например. Что касается среднего и старшего школьного возраста и даже в какой-то мере сюда можно отнести взрослых учащихся, то они вообще могут сопротивляться играм. Почему? Потому что им кажется, что они в это время ничего не делают. Ведь им, по сути, безразлично и нет разницы, то ли они просто напишут 10 вопросов, то ли они напишут 10 вопросов во время игры. И здесь уже выходом для вас станут такие необычные игры, которые будут требовать развития, например, логики или игры, которые будут вовлекать развитие других компетенций, помимо языковой. Дебаты, роллплей, сторитейлинг. И таких игр нам будет достаточно раз в три или в четыре занятия. Если мы возьмем взрослых, то самый простой и самый эффективный элемент геймификации со взрослыми – это ограничение. Как вы думаете, о чем я? Или табу. Это, по сути, любое задание с ограничением. Когда вы, например, говорите вашему ученику, высказаться на протяжении минуты или на протяжении двух минут. Или не использовать такие-то слова в речи, слова и конструкции. Или высказаться с заранее продуманной ролью в дебатах. Я сегодня с вами поделюсь своими любимыми видами игры, некоторые из которых легко реализуются в онлайн формате, некоторые легко реализовать в оффлайн формате, некоторые из них подходят как для обучения один на один со студентом или с учеником, так и для групповых занятий. Плюс некоторые из них не требуют никакого особенного реквизита, а для некоторых вам понадобится очень простой реквизит, который можно найти в любой школе или даже дома. Итак, если мы будем говорить о знакомстве с новым учеником, или учениками, или целым классом, то здесь нам подойдут следующие элементы геймификации. Например, у вас новый ученик или ученики, и вам на первом занятии с ними нужно что сделать? В первую очередь наладить контакт, чтобы создать для них комфортную обстановку, чтобы они вам начали доверять, пошли на контакт и так далее. Здесь подойдет такая игра, которую очень активно используют наши преподаватели в школе Skyen. Она называется True and Lies. Вы просите ученика рассказать или записать три факта о себе, два из которых будут правдой, и один будет ложью или выдумкой. Здесь вы, как учитель, начнете с себя, чтобы дать вашему ученику пример такого задания. То есть вы напишите или расскажете три факта о себе, два верных и один неверный, и будете просить их угадать неверный. Я уже говорила, что на вашем примере вашим ученикам будет легче выполнить это задание. Это задание очень легко варьировать по уровню. То есть вы можете для учеников низкого уровня использовать какие-то простые формулировки. Например, I don't like apples, I swam with sharks, and I can speak through languages, which is not true. До более каких-то сложных формулировок для учеников с более высоким уровнем. Например, I can't stand when people ask me personal questions. Итак, это была игра в Join Life. Еще раз, она очень подходит для того, чтобы познакомиться и наладить контакт с новым учеником или даже классом. Если вы будете работать в классе, то то же самое можно организовать с учениками в группе или когда они будут работать в паре с соседом. Например, этот же элемент геймификации можно немного адаптировать в другом виде для введения новой темы на уроке. Например, вы начинаете учить тему еда и как такую затравку или как так называемый lead into the topic вы ученикам предлагаете несколько фактов, записываете их условно говоря на доске, например, или просто распечатываете, или говорите вкусно, из которой им надо ранжировать. Какие из этих фактов? Facts, а какие? Fiction. Условно говоря, если мы начинаем учить тему еда, где-то там в старших классах или в средних классах, вы предлагаете им следующие факты. It's impossible to follow a vegetarian diet for more than a year. Guess if it is true or fiction. Или guess if it is a fact or fiction. There are 100 varieties of apples in the world. И они вам угадывают, что факт, а что выдумка. Мы с вами помним, что мы вносим элементы геймификации не только для повышения мотивации учеников или, как я рассказывала только что, для создания комфортной обстановки, для налаживания контактов, как это будет в кейсе со знакомством с новым учеником. Но и когда хотим автоматизировать какие-то навыки и развивать умения. То есть мы игру или элементы игры внесем в процесс тренировки лексики, тренировки грамматики или развития говорения, или даже развития других каких-то умений, например, аудирования. Давайте поделюсь с вами несколькими хорошими играми, которые очень подходят для актуализации лексики. Например, когда вы учите какую-то тему, в которой очень много лексики, которую вашим ученикам надо запомнить, или вы готовите ваших старшеклассников к экзаменам, и им надо актуализировать, вытащите спасибо большое количество слов, выражений для каких-то грамматических паттернов, которые находятся у них в пассиве. То есть лексику, которую надо вспомнить и затренировать. Мы сейчас с вами попробуем несколько вариантов настольных игр, которые можно организовать с очень простым реквизитом. Первая игра – это пазл. Когда вы берете лист бумаги, расчерчиваете его на вот такую вот сеточку, у вас получаются квадратики, и вы на каждой стороне квадратика пишете, например, часть какого-то выражения. Так как у меня здесь написано, часть выражения и часть фразового глагола. To come – и на другой стороне вторая часть. To come – across. На другой стороне квадратика, который будет соседний с этим, мы берем следующее выражение и так далее. Здесь я вам показала только середину этого пазла, но в целом вы можете сделать такой пазл на все вот эти квадратики. Это можно делать не только с грамматикой, не только с лексикой, или не только с выражениями, или колокациями. Это можно делать вариацию еще чего? Например, слово и перевод слова. Или это какой-то грамматический паттерн, или это даже слово и предложение с гэпом, куда нужно вставить это слово. Например, артикль и предложение, куда надо вставить этот артикль. Но самое простое и лучше всего – эта игра подходит именно для колокаций, фразовых глаголов, каких-то set expressions, которые вы учите. Или, как я уже говорила, можно брать это с вариантом перевода. Потом, что мы делаем? Потом мы разрезаем вот эту сетку на квадратики, смешиваем и предлагаем вашему ученику в конце уже создать пазл. Здесь удобно что? Что вы можете, например, сделать сетку из 10 квадратиков и повторить совсем немного лексики, а можете сделать сетку из 50 квадратиков, и у вас за один раз ученик повторит огромное количество выражений или слов с переводом. То есть мы за один раз актуализируем огромное количество слов. Ученики могут играть как каждый себе самостоятельно, так и в паре, например. Это был пазл. Дальше предлагаю вам вариант такой игры, как knots and crosses. Я думаю, все знают эту игру. Это наши с вами любимые крестики-нолики. Но немного реализована в другом формате. Тоже может иметь несколько вариаций. Мы можем использовать ее как для тренировки лексики, так и для тренировки грамматики. Вы рисуете поле для игры в крестики-нолики. То есть у нас будет здесь всего лишь 9 квадратиков. Дальше мы записываем, например, в каждый квадратик нужное какое-то выражение или слово. Здесь вам для примера я взяла слова на тему характер, которые, например, нам нужно выучить или повторить. Мы прописали в каждую ячейку нужный нам материал. Это, кстати, может быть даже грамматическая формула. Например, здесь вы пишете формула для present simple, здесь для present continuous, там для present perfect и так далее. Или модальные глаголы. И ваша задача заключается в чем? Если ученики играют в паре, то они, например, должны составить предложение с этим словом. Они выбирают себе ячейку, где, условно говоря, мои крестики, а нолики у соседа. Я ставлю крестик и составляю предложение с этим словом. Мой сосед составляет предложение с этим словом ставить нолик. И мы, вернее, ваши ученики выбирают те слова, которые они могут использовать для того, чтобы в конце зачеркнуть целую строку из крестиков или ноликов, например. Как вариация, в этой игре мы можем не писать ничего в ячейках. Как у вас будут пустые ячейки. Но мы сделаем соревнование на крестики-нолики на заполнение ячеек. Когда вы даете вашим ученикам разные маркеры, например, разные цвета, и они будут писать каждый в той ячейке, где он хочет заполнить строку, своим маркером. И вы даете им задание. Например, один ученик у вас должен составить предложение, если это тренировка грамматики с паст-симпл, и он их записывает в нужные ячейки. Второй ученик составляет предложение с паст-континьес и заполняет свои ячейки своим маркером. Поиграем. Крестики-нолики. Идем дальше. Следующая игра – это всем знакомая нам игра в кости. Естественно, для этого вам понадобятся кубики кости. Например, когда мы создаем такие слайды в курсе New General в школе Sky, то у нас есть специально разработанный разработчиками такой инструмент кости интерактивный, который можно просто нажимать, и он выдает определенное количество баллов. Итак, нам нужны будут кубики кости и вот такое вот поле. Я его для вас нарисовала. Мы его в курсах рисуем как иллюстрацию на слайде интерактивном. В чем здесь будет заключаться задача? У вас есть маршрут движения по клеткам со старта и с финишем. У вас есть несколько участников. То ли это вы и ваш ученик. Вы бросаете кости и потом совершаете нужное вам количество шагов до какого-то задания. У вас, например, выпало шесть. Мы делаем шесть шагов и смотрим то задание, которое будет ближе к вам. Как вариация вы можете составлять задания для каждой ячейки. Какие это могут быть задания? Это могут быть лексические задания от состав предложения с данным словом или состав предложения по данной грамматической формуле. Это могут быть целые упражнения. То есть ты остановился на шаге один, вот тебе упражнение для этого шага. То есть здесь уже ваша фантазия. Вы играете с учеником или ваши ученики играют в группе, бросая вот так вот кости, выполняя по маршруту движения задания и, соответственно, выигрывая тот, кто приходит к финишу первым. Это можно сделать намного больше, чем у меня здесь показано. То есть это может быть вот такая большая настольная игра. И, кстати, почему она подойдет старшеклассникам? Потому что вы в этой соревновательной методике вы можете дать огромное количество заданий, абсолютно разнообразных. То есть на первом шаге у вас там может быть задание на аудирование, на втором задании на то, чтобы выбрать правильный вариант для грамматического задания из примеров экзамена и так далее. То есть нужно варьировать задание так, как вам захочется. Следующая игра тоже очень интересная. И для этой игры вам понадобится географическая карта. Я, как видите, тоже приготовилась, нашла варианты Аклоса. То есть вот такая вот карта, например. Или это может быть, если вы играете в классе в школе, то это будет большая карта, которую вы повесите на доску, которая будет видна всему классу. Или вы можете даже просто распечатать географическую карту для каждого ученика. Как вариант, это может быть еще и просто глобус. Вот, например, нам нужна та часть глобуса, которая будет показывать Европу. В чем заключается эта игра? Эта игра называется путешествие по карте. Для этого нам нужна карта, по сути. Но не только. Вы задаете вашему ученику маршрут движения. Вы задаете ему starting point и destination. Например, мы с тобой будем путешествовать из Испании в Россию. И на этом пути мы будем проезжать. Вернее, на этом пути ты можешь выбрать любой маршрут движения. Например, вы можете сказать, выбери кратчайший путь, чтобы там было меньшее количество стран по пути. Или выбери самый дальний путь движения. Дальше что мы делаем? Мы для каждой страны с вами придумываем вариант заданий. Давайте возьмем это задание для тренировки спикинга, например. Когда мы будем с учеником тренировать спонтанную беглую речь. Представим, что это у вас старший классник. Вы вот на таких вот карточках можете для каждой страны прописать какой-то вопрос. Например, у меня там Italy, и я написала, What's your favorite music style? И вы создаете такие карточки, вернее, такие вопросы для каждой страны, которая у вас здесь есть, например, для всех стран Европы. И по маршруту движения из Испании у вас ученик условно едет в Россию. Первая там Франция. Вы задаете ему вопрос. Или вернее, перед ним могут лежать карточки с названиями этих стран. Он берет эту страну, переворачивает, читает задание и выполняет. Или отвечает на вопрос. И заканчивается игра тогда, когда ученик у вас постепенно добирается в страну назначения. Помимо тренировки спикинга мы можем сделать вариацию этой игры. Мы можем, например, дать задание на тренировку артиклей. Когда у вас под каждой страной будет какое-то предложение или словосочетание, где надо будет вставить нужный артикль. Или на тренировку Present Perfect. Если это средняя школа, например, вы тренируете Present Perfect, у вас на каждую страну будет вопрос. Have you ever been to Italy? Или любые другие вопросы с Present Perfect. Have you ever traveled by plane? Have you ever traveled light? Have you ever hitchhiked? И так далее. Итак, это у нас была игра «Географическая карта». Запомнили. Мы с вами уже поговорили о каких играх. Choose True and Lies. Facts of Fiction. Собрали пазл. Собрали маршрут движения, где вы играете в кости. И поговорили о игре «Крестики-нолики». И поговорили о географической карте. Пойдемте дальше. Мне бы тоже очень хотелось знать, для чего вы чаще всего используете игры. Для тренировки лексики или для тренировки грамматики, или, возможно, для тренировки других навыков. Теперь мы с вами поговорим о карточках. Карточки – это вообще самый простой реквизит, который мы можем сделать, и с помощью которого можно тренировать колоссальное количество слов. Следующий вариант игры – это «Снежный ком». Это одна из моих самых любимых игр. Она отлично подходит для запоминания лексики. Даже хорошо подходит для запоминания грамматических паттернов. Например, когда вы на карточках будете писать сочетание слов, после которых употребляется только инфинитив или только герундит. Итак, что мы делаем? Эта игра подойдет для группового занятия, хотя можно ее варьировать и для задания face-to-face. Мы с вами прописываем на карточках нужные лексические единицы. Прописываем и раздаем нашим ученикам. Я люблю всегда разноцветные карточки, поэтому мои студенты всегда получали разноцветные карточки. Задание состоит в том, чтобы составить историю, которая будет катиться как «Снежный ком». Первый ученик вставляет первое предложение истории с тем выражением или с тем словом, которое находится на его карточке. Следующий ученик повторяет предыдущее предложение и добавляет свое со своим словом. Третий ученик повторяет два предыдущих и добавляет свое. Таким образом у нас получается вот такой вот «Снежный ком». То есть какая-то связанная история. Это должна быть связанная между собой история с употреблением нужной лексики. И когда у вас каждый участник должен повторить предыдущее предложение истории и добавить свое собственное. Таким образом у нас каждый студент или каждый ученик использует всю лексику по максимуму. Для помощи, если у вас, например, большой класс, вы можете разделить детей на группы, на три группы. Потому что, естественно, 36 предложений абсолютно нереально запомнят. Но тем не менее, как могут дети или ученики помогать друг другу? Вы можете их попросить показывать друг другу свое слово. Так им будет каждому, кто должен повторить предыдущее предложение, будет намного проще вспомнить, о чем же было это предложение. Когда мы играли со своими студентами, у меня были студенты, действительно студенты вуза, которые тем не менее любили, обожали эти лексические игры, то были такие ученики, которые успевали записать всю историю. Если они видели, что они были последними, надо повторить все предложения, они успевали еще и записать эту историю для того, чтобы повторить потом ее и не забыть никакие предложения. Если вы играете вдвоем с учеником, у вас будет несколько карточек у каждого. И, естественно, это будет возможность для вас потренировать свою память. Почему бы нет? Вообще, я всегда за то, чтобы учитель принимал активное участие в играх и активное участие в любых заданиях, которые он дает своим ученикам. Следующий вариант игры с карточками, я называю их бинго-монологи или бинго-диалоги, как вариации. Для этого нам нужны все те же карточки, но на этой карточке вы уже напишите не одну лексическую единицу или не одно выражение, а несколько. Только одно у вас будет написано вот здесь вверху, условно говоря, красным маркером, чтобы оно отличалось, а все остальные ниже, через звездочку, например. Это может быть три, может быть два, может быть еще больше. В чем состоит задача? Вы делаете несколько таких карточек, вернее, много таких карточек, сколько ваших учеников и так далее. Задача состоит в том, что каждый ученик получает карточку с определенной лексикой или даже грамматикой, например. Ему нужно составить свою речь, свою историю или свои предложения с той лексикой, которая у него есть, но он не трогает выражение выше. Вот он должен составить с тем, что ниже. Начинает тот, у кого условно звездочка на карточке, он начинает речь. Но помимо лексики, которую надо использовать в истории, у вас еще есть вот это вот написанное вверху выражение, которое ваш ученик должен услышать. И как только он слышит в чьей-то речи это выражение, он кричит «бинго», перебивает ученика другого и начинает свою речь. Таким образом, здесь получится, что ваши ученики будут идти по кругу, потому что каждое выражение, написанное вверху, оно есть у кого-то среди той лексики, которую надо использовать. Таким образом, у вас кто-то расскажет пять предложений и его перебьют только на последнем предложении. А кто-то может только начать свою речь, ученик услышит нужное выражение, перебьет его и начнет свое. Поэтому я называю это «бинго». Здесь учителю надо просто очень внимательно быть с тем, чтобы правильно прописать эти слова. Когда вы будете вот так прописывать эти карточки, вы просто делаете это по такой цепочке. Вы положите перед собой карточки и выражение отсюда у вас будет кочевать вверх этой карточки и так далее, по цепочке. Итак, коллеги, это были примеры моих любимых игр. По сути, они очень хорошо помогают актуализировать лексику, но мы с вами уже упоминали, что мы можем их использовать и для тренировки грамматики. Они очень подойдут сейчас в вашей работе со старшеклассниками, которые испытывают огромный трех, готовый к экзаменам, например, которым нужно вспомнить большое количество материала, тренировать то, что они учили раньше, вывести этот материал и спасибо в активное знание. Поэтому пользуйтесь. Мы с вами в целом еще раз помним, что геймификация это не только использование игры, но и внесение элементов игр в учебный процесс. Например, даже если в вашем уроке нет никаких игр, но вы хотите геймифицировать само движение по маршруту урока, вы можете это сделать. Например, у вас урок на тему Space Stories. Очень такая интересная тема, которая, возможно, станет очень актуальной в будущем, как новый вид путешествия. И мы с вами сможем через этот урок, даже если вы просто подготовили задание типа посмотри видео или почитай текст, обсуди вопросы, поработай с лексикой, даже если у вас просто такие простые методические задания без игры, но мы можем геймифицировать этот весь урок с помощью того, что будем вовлекать наших учеников, например, в Space Trip. В начале урока мы скажем, что ребята, сегодня готовимся к очень необычному путешествию, у нас сегодня будет Space Trip. Вы готовы, вы уже взяли тюбики с нужной едой, вы уже достаточно потренировались, потому что в космосе вам будет нелегко. И поехали. И даете первое задание ученикам. И делайте вот такие вот небольшие связочки между самыми простыми заданиями. Это уже будет элемент геймификации на вашем уроке. Поэтому спасибо большое за внимание. Делитесь вашими комментариями, делитесь вашим опытом. Возможно, что-то из сегодняшних инсайтов вы захотите использовать в своей практике. Я буду только рада, если это покажется вам продуктивным. Приходите еще. В будущем, надеюсь, что смогу поделиться с вами другими наработками. Всем хорошего дня!